всем привет у нас сегодня 26 мая и мы сделали вот такой заборчик чтобы мои собаки не залезли в огород и ничего не потоптали и не сгрызли не попортили у нас вот такая погода ну пишут 17 18 градусов вот пасмурно и я вышла в огород вот так растут мои хосточки я хотела показать что у меня значит урюк абрикос который я купила нашли дожди несколько не шли дожди было мокро и у меня почечки смотрите я думал он сухой у меня вот так набухли почечки но будем надеяться что он пойдет я почему-то уже думала что он высох вот тоже почечка вот вот так вот у меня лилии которые мы купили на распродаже растут вот эта линия лилия такая интересная у меня же таких не было я даже не знаю так интересно растет вот три штуки таких и здесь у меня значит черенки у меня вот собаки же обломали вот эту это крыжовник этот вот и в общем я хотел показать черенки вот я просто порезала эти веточки малина вот везде мы ее выдираем выдираем вот у меня череночки будем надеяться что вот этот высох вот так я воткнула он вот высох и вот три череночка меня вот вроде бы стоят посмотрим вот так смородинка в этом году будет смородина опять такие веточки и малина здесь малина я подвязала веревку она короче и упала мне на куст теперь надо купить веревку из пониже еще привязать вот эти новые росточки у меня на следующий год если этих ростков соберу урожай так вот она неплохо растет малина хорошо растет гортензия и у меня расцвел ирис вот этот ирис мне давали вот этот я покупала он вот в этом вот соки вырастает а этот ирис он вот такой манюсенький вот он маленький такой и вот желтого цвета вот такие вот цветы у него он почему-то будут выше вот этого роста не вырастает я его уже сюда пересадила вот трава прет и у нас ландыша мы как-то одно время принесли из леса ландыш посадили вот и теперь у нас по всему огороду вот эти ландыш размножились растут везде вот так цветут мои цветы пиончики тоже будут свистеть я посадила гейхеру сюда пересадила вернее вот этот кустик потому что вот он рост там вот он за пионом в общем я его оттуда убрала потому что ему мало солнца там вот я не знаю растут они в тени или как ну в общем я вот так на солнышке посадила второй кустик я вот так размножила и вот смотрите они я их воткнула абсолютно без корней и вот они у меня смотрите пошли в рост хорошо вот были дожди вот так золотой шар были дожди и у меня в общем вот так вот они хорошо принялись гейхерочки мои вот в общем у меня цветет клубника вот так вот цветет клубника картошечка уже вылазить которую я прикопала здесь значит у меня помидорки вот цветы я пока не высаживаю вот так помидорки и трава с укропом прут вот я пока ничего здесь не трогаю вот там перчик в той грядке вот я значит пересадила огурчики которые делала на рассаду вот у меня зашла сходит вернее свекла вот в такой грядочке боюсь кошки мне потопчут и в общем вот редиска чтобы мне кошки тут не рыли все равно залазиют уроют иногда я воткнула вот такие вот палочки потому что у меня ничего нет дуг нет ничего нет укрывного нет я не стала в общем ничего закрывать по-другому в общем вот так вот вот понавтыкала в общем сюда я посеяла посеяла посадила рассаду свою потому что у меня огурчики вышли вот не все вот два там тоже вот там два в общем ну я их наверх спущу а эти я спущу вниз по краям в общем ничего не нашла как посадить сюда но думаю грядка широкая я вот так взяла посадила в общем посмотрим у нас ветерочек вчера я значит высадила уже в открытый грунт мои оставшиеся помидорки и посадила перчики тоже вот такие они вот никак у меня не растут я подумал ну может быть вот окна в открытом грунте будут расти пойдут в роз посмотрим в общем вот здесь значит у меня морковка чуть-чуть еще подрастет я буду полоть ее прореживать вернее так здесь вот перчики покажу все таки у меня тут вот здесь у меня перчики потом открою пропалю вот такие перчики растут пока не трогаю потому что в лун травы нету а потом выдергаю всю здесь я посадила перчики вот эти вот побольше перчики никак у меня в этом году не перцы не баклажаны прям рассада вот такая вот манюсенькая стояла стояла дома прям не знаю что делать в общем вчера высадила в открытый грунт не стала ничем закрывать тут у меня баклажанчики тоже вот такие маленькие никак дома не у меня не росли не знаю в общем я пересевала в общем ну никак не знаю вот есть там побольше ну посмотрим будут будут нет нет рассаду я не хочу покупать в общем вот так вот высадил вот они у меня в открытом грунте где значит у меня капуста уже накрываю от кошек вот так капуста моя растет боюсь кошки залезть уже залазила топтала вот в общем вот здесь значит я хочу подсеять еще потому что вот потисончик здесь один там вот два там тоже два здесь два ночью хочу где мало хочу подсеять в общем жду может быть еще вылезут это у меня потисончики они вот поменьше это уже эти вылезут это уже один вылез и все здесь вот лучок вот такой у меня вот медведка видимо лазит вот по нарылому камни и вот здесь еще была была норку сейчас уже засыпано вот лазит видно как лазит я налила сюда воду с маслом вот я одно время так делала вот уже по нарыла и одно время так делала они обволакиваются маслом вылазить и погибает вот в такие норки я наливаю воду с маслом здесь вот как-то вот лучок у нас как-то не очень вот мы его сажали позже на несколько дней но здесь лук неплохо растет мне тоже собака тут вот лазила топтала мне пришлось палки вот так позакрывать палки в общем навтыкать вон на той грядке прям по той грядке ходил гуляла вот в общем я один день закрывала все но потому что было холодно а сейчас я посмотрела 10 градусов 9 10 градусов ночью в общем я вчера немножко здесь вот прочапала прочапала а то вот коркой покрывается потом думаю вот так дождик или поливать вода не будет впитываться стекать будет у меня вылазит картошечка которую я закопала когда были заморозки в общем неплохо вылазит вот она вся хорошо а здесь у меня мои томатики у меня я вчера зашла в это теплицу смотрю а у меня листики стали вянуть вот эти вот листики прям вянуть встали я думаю господи да что ж такое то вот и в общем я вчера взяла прям залила залила и то не знаю вот она вот сухая прям надо опять наверно полить вянут вот земля сухая вот что и томатики у меня начинают вянут потому что здесь очень жарко здесь сколько градусов вчера было 30 градусов не вчера не знаю вот на солнышке когда солнышко было но сейчас 26 градусов вот 26 градусов в общем надо сейчас опять пролить все помидорки земля сухая они мне начинают вот не пролила вчера поливала поливала и так не пролила опять земля сухая внизу и это у меня помидорки начинают вянуть вот вот так вот начинают вянуть сейчас я поставлю загружать видео вот что видите и приду опять начну поливать прямо заливать вот и в общем если сегодня успею еще это у меня вот это подросли эти это табак подрос и мне осталось высадить в общем огурчики и дыньки это у меня ой арбузики и дыньки вот в общем вот так вот так у меня помидорки начали вянуть надо пролить хорошенько вот я показала земля сухая земля сухая сейчас приду опять поливать буду пока не пролью всю всю землю здесь я подсаживала тыкву потому что вот она у меня покупала я тыкву почему то она у меня наверху оказалась вон там я смотрю тоже наверху это моя тыква я сажала я подсаживала сюда вон там паук ватнула кошки мне закопали тыкву вот приходится ходить за ними вот так вот шкодничают вот уже почему то тыковка оказалась у меня ну в общем я здесь подсеивала уже еще тыкву потому что этой тыквы нам мало я прошлый год эту тыкву почти скормила свиньям борово так а это я борово мы зарезали зарезали 28 апреля когда вот начиналась вот эта пандемия вот не стали в общем его кормить зарезали у меня был полный морозильник мяса я просто не стала ничего снимать вот думаю может быть кто то сидит голодно а я буду хвалиться своим мясом в общем мы сделали немного окорок посолили сало у меня сейчас мясо мы уже съели почти одни кости остались и я имею ввиду мякоть одни кости остались и значит у меня полный холодильник копченого и соленого сала вот ну в общем хватит надолго можно быть не покупать вот ну на этом все всем пока 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 пока